Привет, с вами AppleInsider.ru и сервисный центр ModMac. Сегодня мы рассмотрим с вами наиболее часто встречающиеся проблемы, связанные с некорректно работающим iPhone. Начнем, пожалуй, с самой популярной, такой как быстрый разряд аккумулятора. Бывает несколько случаев, в которых телефон начинает довольно быстро терять заряд аккумулятора в процессе работы. Первое. По истечению некоторого времени, а зачастую это происходит после 6-12 месяцев работы, сам аккумулятор после определенного количества циклов перезаряда теряет свою емкость и при интенсивной работе не проработает и 6-7 часов. Второе. Микросхемы 300. Многие уже наслышаны о проблеме сверхбыстрого заряда батареи у модели iPhone 5 и выше. Если вы пользуетесь некачественными зарядными устройствами и дешевыми автомобильными зарядками, то, скорее всего, это напасть настигнет и вас. Третье. Это частые падения вашего девайса от твердой покрытия. Если вы не очень аккуратны в пользовании вашим телефоном, то вы можете столкнуться с мгновенным разрядом iPhone вследствие механических повреждений центрального процессора и микросхем, связанных с приемом передачи сети. Данный ремонт может обойтись в копеечку. Следующей проблемой может послужить попадание влаги. Довольно часто наши клиенты обращаются к нам с девайсами, попавшими в бассейн, лужу, море, под дождь и так далее. Также чисты случаи попадания влаги после детских игр, о чем дети нечасто признаются. Хождение с телефона в баню, в ванную комнату, где в результате сильных испарений в телефоне образуется конденсат, и люди, сами того не зная, становятся виновниками довольно дорогих ремонтов. Чем быстрее телефон попадает в руки мастера после контакта с влагой, тем быстрее и менее затратней пройдет ремонт, и вы получите обратно ваш драгоценный девайс. И теперь перейдем к замене корпуса. Зачастую люди отказываются проводить данный ремонт со словами «пока сойдет и так». Если вы уронили телефон, переехали его машиной и революдали ли ему на стену, то мятый корпус является довольно плохим показателем дальнейшей работоспособности жизни аппарата. Сквозь щели и сколы попадает довольно большое количество пыли и мусора, которое вредит открытым элементам на плате вашего айфона. После продолжительного загрязнения платы может произойти перегрев. Далее между линзами камер сбивается мусор, и вы получаете не те снимки, которые хотели бы видеть на вашем устройстве. Также залипание клавиш включения и регулировки звука напрямую связаны с деформированным корпусом. Это были наиболее распространенные причины поломки айфона, которые требуют безотлагательного обращения в сервисный центр. Мы с радостью готовы помочь вам в решении любых проблем с вашими яблочными устройствами. Итак, на этом все. Это был сервисный центр ModMac. И помните, для подписчиков appleinsider.ru у нас приготовлена специальная 10% скидка. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!